Всем привет, с вами Тексус и в Доте вышел патч 7.22 И что решили сделать в Valve, это просто всем раздать аганимы Даже Рошану, то есть серьезно, у Рошана теперь есть аганим Непростой, но это уже в ролике разберем более подробно Если пройтись по основным изменениям данного патча, то это те самые аганимы То есть в Доту добавили плюс 24 аганима И теперь некоторые, как бы, старые Способности были проапгрейджены, либо видоизменены от аганима Да, кроме того, появился такой баф, рецепт за 2000 золотых Который можно съесть с аганимом И ты получаешь этот баф аганима уже не используя слот То есть по факту это как у алхимика, но у алхимика было бесплатно А теперь нужно раскошелиться В плане героев крайне важно то, что пофиксили траксу Теперь Макс Мэн Шип больше не убивает древних крипов мгновенно То есть с удара зафармить не получается такие пачки Ну и конечно будет весело в ЦМ моде, потому что Виспа вернули, а Марса добавили Книги на Экспириенс появляются по 2 штуки каждый 10 минут Ну и один из наиболее интересных переработок аганима Это аганим для ВРочки, теперь он дает 2 заряда на Виндран И увеличивает скорость на 45% Ну а сейчас давайте более подробно посмотрим на полный список изменений Ну и конечно я вам продемонстрирую самые такие сочные интересные изменения Уже поочию с героем, чтобы разобраться вместе Что же нового? И кстати сегодня уже будет дота на новом патче Сегодня играют снова Na'Vi и Virtus.Pro На лане в Москве адреналин турнир Так что еще и посмотрим вот как будут юзать новые фишки, новые комбинации Информация про аганим, информация про апдейт аганима Ну и конечно же информация про то, что можно купить рецепт за 2к И можно будет скушать тот самый аганим При этом еще есть такой нюанс, что с Рошана теперь тоже падает аганим Если брать третьего Рошана, то там рандом Точнее не рандом, а ты можешь узнать, что упадет, когда третий Рошан появляется И с четвертого Рошана уже падает и рефрешер, и аганим Ну и также есть новые визуальные эффекты, когда идет апдейт аганима Про CM мод я уже сказал В плане экспириенса теперь повысили количество опыта на 5 Если ты добиваешь крипов, то есть твой дэнайт стал чуть менее эффективен, но дэнайт нужно Также была изменена формула потери золота Теперь ты теряешь на 50 копеек меньше А вот бонус к опыту за убийство был увеличен, стало чуть приятней А вот бонус к опыту за серию убийств был увеличен, как видите на старте аж в 2 раза Ну и для поднятия пятого и шестого уровня нужно меньше опыта Но вот правда в плане лидгейма теперь нужно на 100 опыта больше, начиная с 19 плюс уровня А награда опытом за убийство крипа ранжевика увеличена на 8 каждые 7,5 минут Есть небольшие изменения в плане юнитов и строений Базовая скорость атаки катапульты увеличена была на 0,3, то есть до 3 Две катапульты теперь появляются на 35, а не на 30 Катапульту больше нельзя приручить доминаторам, энчантрам, либо же ченам Катапульту теперь нельзя приручить, так что комбинации пуша немножко пострадали Урон вышек третьего и выше уровня увеличен Броня вышек первого уровня увеличена Броня вышек второго уровня и выше увеличена Вышки второго уровня и выше теперь атакуют по 2 цели при активации глиф Ну и приоритет будет по ближайшим юнитам Немного было изменено положение на карте Ну на самом деле почитать это можно на сайте с переводом, либо же в доте Из интересного это Порошан, пожалуй, в плане того, что награда за Лас Хит была изменена То есть раньше было 150-400 золота, теперь 225-325 золота Ну и получаемый опыт за последний удар уменьшен почти в 2 раза И еще весьма интересный момент, теперь нельзя передать артефакты, чтобы был сохранен эффект То есть ты не можешь дать кольцо, сейдж маску, чтобы был реген маны, либо же реген хпхи Вот, я думаю, что это будет наиболее полезно Давайте посмотрим на предметы Стоимость варда уменьшили на 25 золота Теперь стоит варда всего лишь 50 копеек, очень мало Награда за уничтожение была по итогу увеличена То есть получается, что плюс 4 копейки за каждую минуту игры капает сверху к соточке Ну и получается, что экспириенса тоже стало больше на 2 единицы за каждую минуту Сентри стали дешевле, но теперь есть лимит на Сентри в магазине Стартует у нас продажа Сентри из 4, ну и рефрешатся новые Сентрия каждые 70 секунд Про книжки я уже сказал, момент был с тем, что теперь 2 книжки залетает Ну и также есть кулдаун в 5 минут на использование Было изменение в замедлении Скади В принципе, подробно по цифрам можно увидеть на экране Рецепт на Доминатор теперь стоит 300 голды ХП Аура Регенс Пайпа был уменьшен до 2 ХП Реген Аура Смейки была уменьшена на 1 единицу Как в принципе и с Гривсов Ну и бонус к броне при достижении порога Ауры был уменьшен на 5 Баф Эмеса от Масков Медос был увеличен на 5 А Тос теперь дает меньше силы и агилити на 2 Ман Регенс Барабанов тоже был чутка уменьшен Ман Регенс Владмирса тоже был уменьшен Эффект лечения был уменьшен на 10% у Спирит Висел Также урон в секунду тоже был уменьшен на 1% Атакс Фит Бонус с Врейс Бенда был уменьшен на 1 При этом 0 и Брейсер не трогали Ну и фикс был в плане Бладстоуна Теперь несколько Бладстоунов не влияют на эффект множителя восстановления маны Ну и вот самый сочный раздел Это конечно же герои и давайте посмотрим какие аганимы появились Какие аганимы изменили Абадон ему подняли атакс Пит ранее на 15 Дальность применения Мистикойл была уменьшена аж на 300 Ну и талант на 15 уровне был немножко под фикшен Теперь на 15 меньше с Мистикойла получается дэмэджа и конечно же хила Ну и аганим Когда активен Баруэд Тайм То союзник получивший больше 525 дэмэджа Получит лечение от Мистикойл Эффект срабатывает только тогда Когда союзник находится в радиусе 1600 от Абадона Ну и по прежнему аганим увеличивает длительность ультимейта на 1 секунду Алхимик Добавлен апдейт аганима Теперь с поглощением Аганима вы получаете плюс 30 к атаке И плюс 6 процентов урона от способности за каждый скипетр Который вы скормили своему тиммейту за всю игру У аппарата не было изменения по аганиму Там были изменения по айс вортексу Теперь у нас монокост был уменьшен Ну и айс бласт не видно на мини карте даже если у врагов есть трусайд У антимага лишь изменения по аганиму И это получается эффект убийства при помощи моновойда теперь добавляет плюс 70 секунд к перезарядке способности вражеского героя Добавляется к той способности которая имеет самый долгий кулдаун Начинается кулдаун после того как враг будет возрожден Также скипетр увеличивает эффект оглушения на 1 секунду от моновойда Если цель умирает в течении этого периода она считается убитой при помощи моновойда Хмм весьма интересно Аркварден Ох знаете я уже чекал твиттер и там прям очень жестко Ну для начала изменения а после уже аганим Скорость поворота была улучшена на 0.1 Исправлена ошибка из которой иллюзия темп с дабл не могла подбирать руны Талант на 10 уровне скорость атаки увеличена на пятерочку Ну и бонус на 20 левеле это уменьшение кулдауна на 2 секунды А не на 1.5 как раньше было на спарках Ну и аганим это вот просто не знаю странная тема Он может создавать рандомную руну То есть в чем соль вы покупаете аганим И у вас появляется рун форж Кулдаун 1 минута стоит 100 маны И вы создаете любую руну Точнее рандомную руну Это также может быть баунти Но представьте Вот прямо перед собой вы создаете иллюзии Дабл дэмэдж прямо во время пуша Либо прям не знаю Под рошана 2 дабл дэмэджа Ну это очень может быть жестко Ну и да момент улучшения аганима выглядит вот так Вы выбираете аганим Потом видно еще один аганим Покупаете данный рецепт Все бах у вас слот свободен И появляется эссенция аганим скептра Так дальше акс Базовый урон был увеличен на троечку Базовая броня была увеличена на 1 Батлхангер дает половину скорости При использовании на крипа Ну и была переработка по аганиму Батлхангер теперь можно использовать на героя И в области 400 единиц вокруг него Ну и дебаф все еще уменьшает урон врага на 30% Бэйн талант на 20 уровне Снижение скорости атаки от инфибл увеличено на 25 единиц Ну и в плане аганима это то что брейн сап теперь применяется на 50% быстрее Бэтрайдер перезарядка фаерфлай была изменена Теперь у нас на первых лвелах она дольше Эффект от аганима это увеличение радиуса на 50 единиц от того что было раньше Эффект от аганима это увеличение радиуса лассо на 450 единиц Бистмастер Талант на 15 уровне изменили Теперь это не плюс 16 к урону От вэлт экс это плюс 40 к атаке кабана Таланты изменили на 15 и на 20 уровне Ну по факту их местами сместили и немножко изменили с цифры А вот что по аганиму Теперь топоры без перезарядки И они могут быть использованы снова когда топоры вернутся к герою Топоры теперь у него без перезарядки И они могут быть снова использованы когда они вернутся к герою Да знаете получается весьма неплохой отпушение Я не знаю как можно будет спушить без мастера Это нормально При этом ведь дэмэдж стакается от топоров Доброн за эффект такой нормальный будет залетать после подспама Бладсикер прирост ловкости был уменьшен Монокос на Бладрайт был уменьшен И Рептура теперь снова может убивать Так что протекаешь до конца Баунти Хантер Джинада дэмэдж был уменьшен Эффект от аганима это увеличение сюрикена аж в 2 раза Точнее ренж сюрикена в 2 раза То есть раньше было 400 теперь 800 Ну и талант на 20 это увеличение урона от сюрикентоса Брюмастер Эффект от Сандер Клэпа был уменьшен Ну а эффект от аганима это увеличение для брифлингов на соточку по МС Бристлбэк базовый армор был увеличен на 1 Урон от Врейсап за стак был увеличен Ну а аганима это увеличение Ну и аганим был улучшен Теперь радиус стал больше аж на 75 единиц То есть теперь 825 на соплю Брудмазер базовая скорость атаки была увеличена на 25 единиц Аганим Скепитер увеличивает максимальное количество паутин с 8 до 20 Боже ты мой вы представьте всю эту карту в паутине 20 паутин Карл 20 Бонус к скорости атаки был увеличен с 70 до 100% А также снимает ограничения скорость передвижения Я думаю что скоро придет Ромзес Возможно даже сегодня в матче против Нави Кентавр базовая броня была увеличена на 1 Ну и талант получается на 20 уровне был тоже немножко проапгрейджен ЦК прирост силы был уменьшен И кстати неприятненько все таки аж 0,3 единицы Много изменений по хаос болту Это минимальный максимальный дэмэдж и кулдаун В принципе все это видно на экране А вот эффект Аганима Это получается что входящий урон по иллюзиям Уменьшился 260% до 180% То есть иллюзии стали плотнее Чем? Хольпросейшн дает скорость передвижения Перерученным крипам Дивейн Фейвор стала пассивной аурой Дает регенерацию к хпшке Усиление, исцеление, а также бонусного урона для союзников А крипы получают х2 урон Ну и талант на 15 уровне это Изменения минус 7 к перерядке Дивейн Фейвор На плюс 10 к урону от Дивейн Фейвор Ну и талант на 15 это изменения Дивейн Фейвор Теперь там нет кулдауна Это аура так что теперь ты получаешь урон Плюс десяточку Клинкс теперь имеет базовый Клинкс теперь у него базовый реген маны 0.25 Базовая атака ультимейта изменена на 1.6 То есть так как на втором уровне прокачки ультимейта было раньше Урон юнитов в Бернинг Армии был изменен на 80, 100 и 120% Так что в лейтгейме чуть мощнее стали парни огненные скелетоны Ну и талант на 15 уровне это урон от Силинг Эру уменьшается на десяточку Аганим Аганим что там интересного создает Аганим аганим что там интересного Создает два скелета рядом с Клинксом при входе в Виндволк Увеличивает скорость Виндволк на 30% И открывает максимальную скорость передвижения Вау Так мне даже стало чутка интересно То есть ты уходишь в инвиз И... А точно И это работа при выходе из инвиза То есть ты нашел цель Оба Приветик и го воевать Да понятненько Ну вот такие вот дела Хлакверк Ну тут быстро Тут броня была увеличена на один Все Кристал Мейден Чуть подольше Как мы видим у ЦМочки Анимация атаки была улучшена И базовая скорость атаки была увеличена на 15 Дарксир Раньше Вэлфу любили рофлить с изменения вакуума Сейчас же это уменьшение силы на 3 единицы Талант на 20 уровне изменен с радиуса к Сюрджу На плюс 100 урона к Айон Шелл Еще один талант на 20 Это получается изменение Была перезарядка Теперь это плюс 10 к броне Ну и талант на 25 И талант на 25 Теперь там не урон на Айон Шелл А плюс 400 радиуса на АОЕ Сюрдж Так что теперь АОЕ разгон будет только на 25 Дарквиллов Вот про это я тоже уже видел в Твиттере Аганим весьма интересный Но для начала таланты На 15 уровне талант был улучшен Теперь не 90 А аж 120 голды На 20 было изменение Теперь это не урон к Шадоу Реал А уменьшение перезарядки на Брамбл Мейз Ну и Аганим У Дарквиллов это такая интересная штука Это атаки В эффекте Шадоу Реалм Больше вас не выводят из Шадоу Реалма И каждая атака по прежнему наносит урон В зависимости от длительности нахождения в Шадоу Реалме То есть вы ушли в Реалм и просто дамажите Ну и вот так это работает Ушел в Реалм и начинаешь вносить свой ДПС При этом отступаешь, дамажишь, отступаешь, дамажишь И бьешь очень больно Даззл Аганимный Шадоу Грейв Теперь немножко увеличен в радиусе Дез Профит Анимация с фарма уменьшена на 0,1 секунду Ну и Аганим Каждый раз, когда противник подвергается воздействию ваших заклинаний или атак Призрак ударит врага удвоенным уроном и восстановит вам здоровье Призраки также со 100% шансом замедляют противника на 0,3 секунды Дизраптор Ну тут все просто Нет изменения по Аганиму Аганим у него и так жесткий На 15 уровне Можно прокачать уменьшение кулдауна на Кенотик Фил Дум Ну тоже жесткий Аганим Тоже жесткий ультимейт Так что там нет изменений Есть лишь изменения на Девоор Теперь не унисажает крипа выше 3, 4, 5 и 6 уровня В зависимости от прокачки Ну и таланта на 25 уровне Был улучшен Драгонайт У Драгонайта есть лишь изменения по форме дракона Аганимного И это будет черный дракон О, давайте посмотрим Так, а ну покажи себя Вот такая вот форма, четвертая У Драгонайта черный дракон И давайте посмотрим, какие бонусы данный дракон нам дает Это плюс 50% больше от яда Урон по области и замедление Он также увеличивает дальность атаки до 600 И дает бонус к 30% К сопротивлению магии Дровка Ну я уже сказал, что Энштон Она не убивает с удара Но доп дэмэдж залетает Ну и также Ультимативно теперь пробивает только базовую броню А не общую Элдер Титан У него переработка По Аганиму Эхостом теперь делает вас невосприимчивым К заклинаниям время прочтения способности И на 2 секунды за каждого вражеского героя По которому попал скил Эмбер Спирит Тут тоже только Аганим Дальность применения в фаер реминанта в 3 раза больше А скорость передвижения в 2 раза быстрее Максимальное количество зарядов теперь будет 5 Ну а активация не требует маны Фейслес Войт Прирост силы был увеличен Талант на 10 уровне улучшен Талант на 15 уровне улучшен И талант на 20 тоже был улучшен Ультимейт не меняли в плане Аганима Гримстром Инсуэл теперь можно использовать на союзных юнитах С неуязвимостью к магии Ну теперь можно повесить баб в Блыкинбар А вот что в плане Аганима То дает ему новые способности Называется Дарк Портрейд И давайте ее посмотрим Данная способность создает иллюзию вражеского героя Исчернил с бонусом скорости передвижения в 30% Иллюзия длится 20 секунд И обладает магическим иммунитетом Она также получает 200% И наносит 150% урона Кулдаун всего лишь 35 секунд То есть получается что окно в 15 секунд отсутствия данной иллюзии И монокост 200 Хм, вот такая вот получается иллюзия И кстати, кстати, кстати Я на данном аксе не прокачал способности Давайте проверим, как это работает Да, как мы видим, срабатывают пассивки Активки нельзя юзать Герокоптер Базовый атак спид был увеличен Хускар Базовая броня была уменьшена на 1 Регенерация под Берсерк Бладом была увеличена Ну и время перезарядки Иннерфайр было уменьшено Немного бафнули, но при этом сняли армор Инвокер Ох, как же я жду на инвокера эту модельку Где он будет маленьким Жми палец вверх, если тоже Базовый урон был увеличен на 3 Урон от атаки за единицу экзорта был уменьшен Талант на 10 уровне был улучшен Ну и талант на 20 уровне был улучшен Я так решил, что все-таки по цифрам проходиться не стоит Но зачитаю какие-то изменения в плане улучшения Ну а если вот прям нужны цифры, то можно посмотреть на экране Эх, мой любимый шарик Его вернули в Капитан Мо, так что ждем его Ну и что у него еще было по изменениям Это то, что теперь тизер можно прервать Если героя оглушат Ну и добавлен эффект Аганима Теперь духи пассивно появляются вокруг вас каждую секунду Максимум это 5 духов Да, при этом не забываем то, что у Виспа есть талант на Аганим И учитывая то, что теперь Аганима есть у всех И некоторые из них прям очень жесткие Данный герой должен быть очень-очень востребованным Так что ждем его появления Джакиро Эффект Лифтфайра подействует на окружающих Даже если цель умерла, либо же увернулась от атаки Кипер оф золайт Чакра Мэджик теперь может быть использована на врагов Заставляет терять процент от текущего запаса маны За каждые 100 единиц пройденного расстояния Ну получается, что вот раньше у нас было Манолинк получается А сейчас Чакра Мэджик Стал Двойным спулом Ну и Аганим снова позволяет не стоять на месте При использовании Иллюминейта Все вернулось на круги своя Легионка Базовый армор был увеличен на 1 Лич теперь имеет базовую регенерацию 0.75 маны Лина Прирост силы был увеличен Ну и скорость поворота была улучшена Лион Урон от стаков Finger of Death был уменьшен Теперь за пальчик чуть-чуть меньше урона Лондруид Прирост силы был увеличен И бонус здоровья от True Form был увеличен Луна Базовый урон увеличен на 4 Ликан Талант на 15 уровне был улучшен Ну и в плане Аганима Вынуждает одну из трех волн крипов Призывает двух волков Вы не можете их контролировать Но они считаются вашими юнитами Эти волки имеют такую же скорость передвижения Как и крипы Ну получается что одну из линий Можно будет вот так подпушивать Магнус Базовая сила была увеличена на 2 Скорость Shockwave Аганима Была увеличена на 300 И максимальная дальность Shockwave Аганима Была увеличена до 2000 Марс Ну он в цели Я уже это сказал Базовый урон был уменьшен Базовая броня была уменьшена Урон Arena of Blood был изменен Скорость применения Arena of Blood была уменьшена И талант на 15 уровне был уменьшен Ну и по Аганиму Это время перезарядки год Ребук Составляет 1,4 секунды Когда активирована Арена Сбрасывает перезарядку Готов Ребук При использовании Arena of Blood Медуза 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 Прирост ловкости был уменьшен Ну и талант на 15 уровне Был немножко ухудшен Теперь процент стал 25 Воровство маны от Mystic Snake Мипо Базовый урон был увеличен на 2 Талант 10 уровня уменьшен С 7 к силе до 10 Талант 10 уровня улучшен В плане урона Ну и талант на 15 уровне Улучшен в плане у ворота Мирана Анимация атаки увеличена С 0,3 до 0,35 Базовая скорость атаки Была увеличена Ну и частота Старфорс С Аганима теперь увеличена До Ну и частота срабатывания Старшторма С Аганима теперь 9 секунд Манки Кинг Аганим ему добавили Каждые 3,5 секунды Вокруг героя появляется Обезьяновоин Которые могут атаковать Любую цель Атакуют здание Только если основной герой Находится рядом с ним Они живут 12 секунд И не будут появляться Если герой находится На дереве Или в невидимости Да Просто у него появляются друзья Оп Еще один друг И еще один друг Интересно Интересно Морфлинг Урон от адаптив страйка Был изменен Морф больше не дает Рассеивания на героя Ну и Аганим Во время ультимейта Герой получает Плюс 35% К сокращению Перезарядки способностей Плюс 50% К уменьшению Монокоста И плюс 600 К дальности заклинания Ух ты Фурион Фурион Базовый урон Уменьшен на двоечку И урон от рентов Был уменьшен Некропос Дополнительное время Возрождения От убийства С помощью косы Было уменьшено Найт Сталкер Ну у него Аганим Это способность Вой действует В радиусе 900 Вокруг героя Длительность Министана Не 0.1 А 0.6 А время при зарядке 2 секунды Ух ты Так Получается что Ты покупаешь Аганим У тебя радиус Вот 900 АОЕ И ты просто Прожимаешь свой войд Так Получается что Ну работает в АОЕ Но почему-то Куллау не 2 секунды А 6 секунд Чего я не понимаю Я не пойму И как-то я не вижу Министана Ну возможно Мне кто-то Напишет комментарий Возможно Я что-то Не так понял Либо же Это Почему-то Не работает Никс Ассасин Базовая сила Была уменьшена Время перезарядки Вендетта Было изменено Ну и талант На 15 уровне Был ослаблен Огр Маг Шанс двойного Мультикаста Был увеличен на 5% И талант На 25 Был улучшен Омни Найт Способность Гуардиан Энджел С Аганимом Теперь дает Также Плюс 40 ХП регенов в секунду Действует Также на здание Нормальный хил Оракл Базовое время атаки Было уменьшено Ну и талант На 20 уровне Был уменьшен В плане МС На 5 единиц Аутвор Девауэр Эквилибриум Теперь дает пассив На Воровство маны В процентах Конечно же Ко всем типам урона А не только От магии При активации Воровство маны Увеличивается в 3 раза А также замедляет Противника Пораженных заклинаниями Пангольер Лакишот Теперь не накладывает Безмолвие А обезоруживает героя Лакишот Также снижает броню На 3, 4, 5 и 6 единиц В зависимости От уровня прокачки Ну и Аганим Применение шилкраша Активирует 2 атаки Свэшбакл По 4 сторонам От героя То есть получается При прыжке Залетает Свэшбакл Во все стороны То есть получается При прыжке Вот такой вот Свэшбакл В 4 стороны Фантом Ассасин Добавлен эффект Аганима Блюр теперь кастуется Моментально И применяет Рассеивание Способность восстанавливается Каждый раз Когда Фантом Ассасин Убивает Время кулдауна Блюр уменьшено До 12 секунд Довольно интересно Посмотрим Как часто Такое будут использовать Все же Пахает опор И теперь ты можешь Съесть Аганим Так что В принципе Как слоты последней Либо даже уже Мидгейм слоты Такое будет залетать Как вы думаете Вот пиши В комментарии Фантом Лантер Прирост силы И ловкости Был увеличен Феникс Базовая сила Была уменьшена Супернова Обновляет Ваши способности Во время Использования Заклинания А не после окончания Ну и Под Аганимом Теперь можно Искользоваться Санрей во время Действия ультимейта А ну-ка Давайте посмотрим Так Ну это интересно То есть Я прожимаю ультимейт И могу Нажигать Да Кстати неплохо Такой Знаете Луч смерти Пак Прирост интеллекта Был увеличен Как и Прирост силы Пуч Базовый интеллект Увеличен Ух ты Пуч Стал умнее Опасайтесь Ну и талант На 15 уровне Был улучшен Рот Работает лучше Пугна Теперь имеет Базовую регенерацию 0.5 единиц В секунду По мане Прирост ловкости Увеличен И потеря маны От Незерварда Была увеличена Разор Аганим больше не увеличивает Скорость атаки От Айф Зе Шторм И способность Айф Зе Шторм Теперь с Аганимом Поражает сразу Две цели Вместо одной Работает по зданиям Рикимаро Базовый урон Был увеличен Рубик Прирост ловкости Был увеличен Шадоу Демон Прирост интеллекта Был увеличен Шадоу Финт Теперь имеет Базовую регенерацию 0.3 маны В секунду Прирост силы Увеличен И прирост ловкости Тоже был увеличен Шадоу Шамон Стоимость Эзер Шот была изменена 95-105-135-60 На 100-120-140-160 То есть на четвертом Вышло то же самое Ну а по началу Более приятно Стало для суппорта Сайленсер Базовая скорость атаки Была увеличена на 15 Скайрос Мейдж Дальность применения Эншин Сил Была увеличена Стоимость конкассив Шот была изменена Теперь Можно спамить Чуть дешевле На ранних левелах Слардар Ну аганим Оставим напоследок Гвардиан Спири Теперь пассивно Дает дополнительно Плюс 5-20-35-50 К скорости Передвижения На речке Без ограничения По максимальной скорости Раньше это было 700 единиц На четвертом уровне Прокачки Какая же Быстрая селедка Талант 25 уровня Был изменен С 1.25 К оглушению На минус 4 секунды К перезарядке Краша Ну и Оганим Теперь Краш Создает лужу воды Которая дает Бонус для героя Добавляет Плюс 25 К регенерации ХПшки Плюс 12 К броне Плюс 40% К статус резисту Дополнительно Бонус от Гвардиан Спирит Площадь лужи 550 единиц Время действия 25 секунд Ну теперь Играя на Слардаре Можно обочиться И не переживать По этому поводу И кстати интересно Работает ли здесь Баф по Эмэсу То есть да 574 мс В луже Так что Можно Тут разгоняться Сларк Пассивная регенерация Здоровья От Шадоу Дэнса На ранних левелах Была увеличена Площадь действия Шадоу Дэнс С Аганим Была увеличена На соточку Спектрам Добавлен эффект Аганима Дает герою Новую способность Шадоу Степ Позволяет использовать Хаунд На одиночную цель Кулдаун 70 секунд Стоимость 180 маны Посмотрим Так Шадоу Степ Вот Наша способность И Получается Что Можно Использовать Хаунд На одиночную Цель Ну и конечно Можно переместиться На этот хаунд Спирит Брейкер Очень много текста Давайте посмотрим Надеюсь Тут интересно Базовый реген Был увеличен Сопротивление Бульдоза Было увеличено Скорость передвижения При бульдоз Было увеличено Длительность оглушения От Баша Было изменено На Получается Ранних левелах Стало поменьше Урон от Баша Был изменен На ранних левелах Стало больше Стоимость Чарль оф Даркнесс То есть разгона Было изменено С соточки На Уменьшение На ранних левелах Дальность применения Незерстрайк с Аганимом Была увеличена На 100 единиц И радиус действия Незерстрайк с Аганимом Было увеличено На 350 единиц Течис Теперь имеет Базовую регенерацию Ману Одна единица В секунду Темплар Ассасин Опять же Я данную тему Уже видел В твиттере Это вот Очень-очень Интересно И это Нужно показать Собственно У Темплар Ассасин Появляется новый Спелл При покупке Аганима Называется он Псионик Проджекшн И он позволяет Телепортироваться К любой ловушке Длительность активации 2 секунды Не прерывает Эффект Мелда То есть можно Уйти даже В инвизе Кулдаун Полминуты Перезарядка 30 секунд И стоимость Маны Соточка А также Когда телепортация Завершается Оно еще и Взрывает ловушку Так что с упортом Нужно быть Максимально Осторожным Против Темпларки Если у нее Аганим Террор Блейд Рефлекшн Больше не действует На иллюзии Ну и Добавлен Аганим После использования Метаморфоза Герой выпускает Вокруг себя Волну Которая накладывает На ближайших врагов Эффект Фир На 3 секунды Ну давайте Посмотрим Время каста Волны 0.6 секунды Ну а ее Скорость Равна 1000 Не работает На юнитах С эффектом Иммунитета К магии Ну и имеет Глобальный Звуковой эффект Тайдхантер Радиус И дальность применения Гаша С аганимом Были увеличены Тимберсоу Ну многовато У него талантов Ну давайте Посмотрим Прирост силы Был увеличен Интеллект Увеличен Бароня Была увеличена Талант На 10 Был изменен От Спелл Аплификашн До Регена Маны На 10 Также было Изменение Опыта На Единицу Здоровья Талант На 15 Уровне Это Увеличение Брони До 8 А не на 5 От реактива Армора На 15 Также есть талант Который был изменен От 100 урона На плюс 10 К спелл Аплификашн Ну и талант На 20 Был Улучшен На 5 Единиц силы То есть Посвапали местами Вот 10 Тинкер Теперь имеет Базовую регенерацию 0.25 Маны В секунду Прирост интеллекта Был увеличен Талант На 10 Был улучшен Ну и на 10 Также был улучшен Талант И в плане Дальности каста Тини Ох Тут Забавно Вот сейчас покажу Кулдаун Тригер был уменьшен Броня от Гроу Был увеличен Прирост интеллекта Был увеличен И посмотрите Что у него с Аганимом Вот При покупке Аганима Появляется новая способность Называется Три Волой И данная способность Каждые 0.4 секунды Запускает случайное дерево В радиусе 525 В указанную цель И наносит урон По площади Цели в зоне поражения В 400 единиц Получают 120% От урона героя Дальность применения 1300 И максимальная длительная способность 2.4 секунды Кулдаун 12 секунд И монокост 150 Смотрите Тренд протектор Теперь имеет базовую регенерацию Маны В 0.5 секунд Было изменение По Nature Goose Теперь способность Применяется На самого героя С кастом В 0.6 секунды Больше не имеет Задержки применения И не прерывает Получаемый урон Перезарядка Начинается После окончания Невидимости Скорость перезарядки 10, 8, 6, 4 секунды В зависимости От уровня прокачки Ну и так же В зависимости От прокачки Повышается Стоимость маны Бонус К скорости Изменен На ранних лвелах Он стал выше Урон Также был изменен И на ранних лвелах Он тоже стал выше Тролль Варлорд Ему добавили Эффект Аганима Это уменьшение Время перезарядки Способности Батл Транс До 35 секунд А так же Позволяет Применять ее К союзнику Или вражескому герою У врагов Длительность Батл Транса Будет сокращена В 2 раза Дальность применения 525 То есть Получается Что ты можешь За агрить союзника Чтобы он Просто начал Всех вмесить Но при этом Он не сможет Контролить героя своего Ну и знаете Данный баф Допустим На какую-то фантомочку Смотрится неплохо То есть Врыв там Под Что-то интересное Тролль мид Фантомка керри И просто нарезает Ну Могут быть комбинации Но я не уверен Тускар Ну тут лишь таланты На 20 уровне Изменения Сноубола На Пулдаун Айсшардов На 25 Это изменения Кулдауна Айсшардов На Перезарядку Сноубола И также На 25 уровне Есть Изменения Таланта На Варлуз панч Точнее Увеличение Улучшение Андерлорд Радиус Пит оф Мелес Был увеличен И перезарядка Была Сокращена Зомби И стамбы Теперь считаются Иллюзиями А не крипами Для их убийства Требуется два удара Вместо одного Это Противненько Топстон Получает 25% Урона От крипов И иллюзий Вместо 50% Ну и топстон Получает в два раза Меньше урона От крипов И иллюзий Венжево Спирит У способности Незерсвап Появилась Перезарядка 0.25 секунд Перед повторным Использованием Способности Ну я так понимаю Это из-за бага Когда дважды Свап Происходил Когда этого Не хотели Проигроки Ну и обычные Тоже конечно Веномансер Базовый интеллект Был увеличен Как и Базовая скорость Атаки Визаж Базовое сопротивление Маги Было увеличено Теперь аж 25% Уровень жизни Сумон Фамильяр Был изменен То есть На ранних левелах Они стали помощнее Урон жизни Сумон Фамильяров Был изменен То есть Первый и второй Ультимейт Сделал их Более жирными Ну а на третьем Они остались Прежними Варлэк Способность Хаотик Оферинг Скептер Теперь призывает К второго голема Через 0.4 секунды После первого А не Двух сразу Как было ранее Количество целей В Паттл Бонс Был изменен До 6 Постоянно Урон от Фаттл Бонс Был изменен С 25 Процентов До Нарастающей Ну и талант На 25 Уровне Был улучшен В плане Бронеголемов До 25 Вивер Теперь имеет Базовую регенерацию Маны 0.4 в секунду И базовая скорость Атаки была Увеличена Винт Рейнджер Ну я про нее Уже рассказал Но сейчас Я покажу Что там по агониму Ну а также Скажу что В плане Вот Фокус Файра Там было Уменьшение Перезарядки С прокачкой Утимейта Так что на 10 Уровне Был изменен В плане Процентов Ведран Слоуа До Кулдауна Шеклшота Ну а на 25 Было изменение С Министана Фокус Файра До Минус 20 Процентов Фокус Файр Дэмэдж Редакшена Ну и агоним Дает 2 заряда На Ведран То есть можно Дважды его будет Прожимать В файте При этом Повышает скорость Передвижения На 45 Процентов Без ботинка 603 Уже почти конец Осталось лишь Три героя Это Винтер Виверна Расход Маны От Артик Бёрна Был уменьшен С 40 До 30 Единиц В секунду Вещдоктор Урон От Дезворда Был увеличен Его Не меняли В плане Агонима Но Теперь он Бьет Больнее Ну и Зевс Тут тоже Нет Изменения По Агониму Нимус И так Жесткий Так что Зевсу Подняли Базовую Так что Зевсу Добавили Базовую Регенерацию Маны В 0.25 В секунду Анимация Атаки Уменьшена Было Забавно 0.633 Без Атаки Было У него Ну и Талант На 10 Уровне Изменен С 6 Брони На Плюс 3 Коррегену Маны Вот такие Изменения Патча Я еще Сейчас Поищу Картинку В плане Агонима С Рошана Ну и Конечно же Хотелось бы У вас Узнать Вот Какие Агонимы Вам Кажутся Наиболее Сочными Крутыми И как Часто Их Будут Покупать И будут Ли брать Не в Лейтгейме А в Мидгейме Я уже Видел Комментарии В твиттере От Проигроков От Аналитиков Там Есть Весьма Интересные Предположения Но Посмотрим Как это Уже Будет Работать На том же Миноре И Конечно На Эпицентре На Последнем Турнире Статуса Мажор В этом Сезоне Ну С вами был Текса Жми Полиции Вверх Подписку На канал И в Колокольчик Услышимся Уже Совсем Скоро Пока Продолжение следует Продолжение следует